Привет, просветители! Сегодня у нас с вами необычный ролик. Мы поговорим об образовании. Неожиданно, правда? После просмотра этого видео вы сможете ответить на очень важный для кого-то вопрос. Смогли бы вы стать успешным учителем в современной школе? Слово успешный тут ключевое. Вот понять, получился бы из вас хороший педагог, без практики невозможно. Тут слишком много факторов, от владения предметом до способности заинтересовать аудиторию. А вот успешность заключается в умении заполнять бесчисленные документы и отчеты. Да, фраза про бумажку и какашку тут как нельзя, кстати. Вы можете подумать, что я утрирую, но нет. Как бы вас не любили дети, какие бы интересные уроки вы не проводили. Это все, конечно, замечательно, но никакого отношения к успеху не имеет. Если вы не готовы потратить большую часть времени на доказательства в бумажном виде, что я не я и лошадь не моя, в школе вы не задержитесь. О том, что бумажная работа в системе образования уже давно превысила все мыслимые нормы, слышали, пожалуй, все. Но много документов это сколько? У всех понятие много отличается. Пять это мало или норм? А десять? Золотая середина или все же перебор? А двадцать? А двадцать пять? А сорок? Определиться помогли депутаты и Министерство просвещения. В едином порыве, как обычно, решившие создать четкий список школьной документации, по которой мы сегодня с вами и пробежимся. И ответим на вопрос, а вам слабо все это заполнить? Заодно сравним веселый школьный розовый мир без бюрократии в заявлениях министра и реальность обычного учителя. Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путриус с молоком? Мм? А может узнали произведение? Откуда эта чудесная цитата о пользе питья? Узнали? Пишите в комментариях. Кто первый, тот молодец. Вообще, летом важно помнить об утолении жажды, чтобы не перегреться и мыслить здраво. А то некоторые герои моих обзоров этим явно пренебрегают. Так вот, в жару не забывайте о напитках, которые вам доставят наши друзья из Фудбенд. Там большой выбор охлаждающих домашних лимонадов, морсов, чай, ну и еды много. Здесь тоже не забывайте. С моим промокодом Остапа в приложении Фудбенд вам будет большая скидка на все заказы. Приготовят и доставят по всей Москве круглосуточно. В меню много пиццы из итальянской печи с начинками на любой вкус и бюджет. Классические, острые или изысканные от бренд-шефа с фармской ветчиной, например. А еще большие сеты роллов с лососем и морепродуктами. Или гавайские поки с рыбкой или с тофу. Для вегетарианцев в меню тоже много интересного. Ну и китайская кухня. Лапша-удон, падтай и другие ароматные блюда со сковородки. А для предпринимателей в регионах у Фудбенд теперь еще есть и франшиза. Это если вы всегда мечтали открыть пиццерию, например. Или у вас есть друзья-предприниматели, которые хотят заработать на рынке доставки. Подробнее внизу в описании. А если просто хотите вкусно поесть, то в Фудбенд есть промокод Остапов. Это большая скидка на любые блюда. Хоть каждый день. Кликайте по ссылкам ниже и заказывайте еду и напитки под любимое кино или футбол в Фудбенд. И приятного аппетита. Представьте, что вы работаете в школе. Страшно, правда? В школе в провинции. Вы еще там? И вот добрые дяди депутаты решили улучшить вашу жизнь. Звучит все еще жутко. Неужели зарплату решили поднять? Грешным делом можете подумать вы. Нет, тут все нормально. Единая Россия единогласно проголосовала против. Привет, администрация школ, заставлявшая педагогов участвовать в праймере с ядра. Приняли закон о снижении бюрократической нагрузки учителей. Звучит, безусловно, круто. И ничего, кроме этого заголовка, большинство россиян и не услышат. Мы снизили и снизили. Че бурчать-то? Помогли педагогам. Молодцы. В общем-то, так пропаганда и работает. Учителя жаловались? Жаловались. Депутаты помогли? Помогли. Круто же. Ну, если ты умеешь читать и считать, то не очень. Пока учителя отходили от радости, Министерство просвещения выкатило приказ об утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ. Минус 20% зрителей. И вот, вооружившись этим потрясающим документом, мы и начнем считать бумажки. К сожалению, не те, которые хотелось бы. Не забыли? Вы же у нас сегодня учителя из провинции? Предположим, истории и общество знания. Чтобы тетради особо не напрягали. Изи катка. Нагрузка пусть будет 25 часов и, конечно же, классное руководство. Куда без него? Без классного руководства это не дело. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного модуля, включая отчеты о ее исполнении. Ну что ж, начнем. Наш педагог работает с 6 по 10 класс. История общества знания 2 предмета. Умножаем на 5 параллелей, получаем 10 рабочих программ. Просто, чтобы вы понимали, что это такое. Вот пример рабочей программы по истории 6 класса. Небольшой такой документик на 39 страничек. А в 6 классе всего 2 урока истории в неделю. Представьте размер программы по русскому языку, где уроков уже 6. Справедливости ради стоит отметить, что основу этих программ вполне можно найти в интернете. Чаще всего. Не забывай, мы за звание хорошего учителя не боремся. Мы успешные педагоги. Нам главное все бумажки сдать вовремя. Скачали, отправили. Ну, если что, кстати, это так вообще не работает. В любом случае, каждую программу приходится перерабатывать под себя. И, кстати, сейчас появился специальный конструктор, который должен помочь в решении этой проблемы. Но снимать отдельная история. И в одном из роликов я расскажу о том, как замечательно сейчас трудиться будет педагогом по новым стандартам, которые приходят в наши школы уже 1 сентября. Далее мы должны сдать отчеты об исполнении программ. Еще плюс 10 документов. Но опять же, не спешите пугаться. Программы вы напишите летом, отчеты в мае, а в течение года сплошная лафа. Здесь главное не засмеяться. Представить, что на вас, молодого специалиста, не навесят какой-нибудь кружок, коллектив или факультатив, мне, честно говоря, достаточно сложно. А кто, если не ты? У Глюки Андреевны внуки, у Шизоида Парфентича дети. В общем, плюс 2 бумажки. И да, программу для супер-бупер-кружка «Юный патриот» далеко не факт, что в интернете получится найти. Журнал учета успеваемости, включая отчет о его исполнении. Чтобы набрать нужное количество часов, у нас должно быть минимум 8 классов. Это 8 журналов. И вот это уже постоянная работа. Заранее ее выполнить не получится. Но вы можете вытянуть счастливый билетик. Вы же в деревне работаете. И ваша администрация может потребовать заполнять не только электронный, но и обычный бумажный журнал. Back to the 80s. Как у нас в русских деревеньках принято говорить. Но в новом документе ничего про бумажные журналы не сказано, так что не считаем. А вот плюс 8 отчетов в конце года добавим. Журнал внеурочной деятельности. Для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность. Напомню, мы с вами отделались малой кровью. У нас всего один кружок, значит один журнал. Индивидуальный учебный план, журнал работы с обучающимися на дому, обучающимися в медицинской организации. Вы, конечно, молодой педагог, но уже умеете постоять за себя. Поэтому всего один надомник. Плюс программа, плюс журнал. План воспитательной работы. Для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства. Тут все проще простого. Всего один план воспитательной работы. Подождите, у меня глаз задергался. Я вспомнил, как я этот самый план писал. Сразу же скажу, что списать у соседа в интернете, скорее всего, не получится. Так как этот документ напрямую зависит от конкретной школы. Вот вам для примера план воспитательной работы для 10 класса. 41 страница. И это даже близко не предел. Протоколы родительских собраний. Для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства. Вы обязаны провести минимум одно родительское собрание в четверть. Так что плюс 4 протокола. Но это еще по-божески. Личные дела обучающихся, портфолио обучающихся, социальный паспорт класса. Нам с вами повезло, у нас класс маленький, всего 20 человек. Так что сплошная мелочевка. 20 личных дел, 20 портфолио. В некоторых школах портфолио на каждого ученика представляет из себя вот такую крошечную папочку. Ну и составляем социальный паспорт класса. Адреса, телефоны, место работы, малообеспеченные семьи, матери-одиночки, многодетные семьи. Но всего один документ, так что не растаете, не сахарные. Восьмой пункт исключительно для работников детских садиков, так что смело пропускаем. Чувствуете, как количество бумаг прямо на глазах сокращается? Спасибо министру. В его глазах это сокращение. Материалы учета проведения индивидуальной профилактической работы в отношении лиц, указанных в статье 5 федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Напомню, мы с вами учителя звездочки, поэтому у нас таких учеников нет. Ну ладно, один. Поэтому всего один отчет о проделанной работе, один акт обследования семьи, один план работы с родителями. Кому еще с ними работать? Один дневник наблюдений, один план работы по профилактике. Ну так, семечки. Характеристика на обучающегося по запросу. Нам с вами повезло, мы работаем в 10 классе, так что всего 8-10 характеристик военкомат. Возьмем по минимуму 8, хотя гулять так гулять, у нас в классе одни девчонки, так что 6. А вот дальше начинается самое веселье. Сегодня, детишки, мы узнаем разницу между сократили и переместили. Следите за руками. Раньше эти бумаги нужно было заполнять, а теперь нет. Это сократили. Учителя радуются. Просто взять все оставшиеся отчеты и запихнуть их в 11 пункт, это не сократили. Это переместили. Учителя не радуются. Документация, предусмотренная локальными нормативными актами организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, и связанная с проведением за пределами территории указанных организаций мероприятий, направленных на формирование личности, общей культуры обучающихся указанных организаций, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности. Еще минус 20% зрителей. Сколько отчетов предстоит заполнить тут, неизвестно никому. Ну, разве что администрации, да и она, пожалуй, не знает, сколько всего вот оттуда спустят. Именно сюда входят отчеты о патриотических мероприятиях, о которых я рассказывал в своем майском видео. Сколько их? 5, 10, 15? Еще бы неплохо вспомнить отчеты об итоговых контрольных и ВПР, которые требует администрация. У нас 8 классов, 2 предмета, значит, плюс 16. Сюда же относятся инструктажи по технике безопасности. Сколько их потребуют? 2, 3, 10? В общем, по самым скромным подсчетам у нас вышло больше сотни документов. И дальше задача под звездочкой. Это если учитель работает всего на полторы ставки. А если на две? А если два классных руководства? Отчеты по школьным мероприятиям мы из 11 пункта сюда так и не включили. Ну что, есть ощущение, что бюрократическая нагрузка сократилась? По-моему, ее вообще не стало. Есть ощущение, что именно так думает министр. А теперь самое главное. Напишите, пожалуйста, в комментариях, готовы вы всю эту макулатуру заполнять за копейки? Просто одним словом. Да? Нет. Смогли бы стать успешным учителем и любимчиком администрации? Когда эти веселые 11 пунктов дошли до школ и учителей, сказать, что педагогический интернет взорвался, это не сказать ничего. Вот так, по мысли Министерства просвещения, выглядит снижение нагрузки. Паша из Монтажной, покажи, пожалуйста, этого человека. Это даже не плевок в лицо? Это... Простите, у меня не хватает словарного запаса. Не, план-то был обречен на успех. Красивые заголовки федеральных СМИ. Довольные чиновники. Учителям помогли. Только одна малюсенькая проблемка. Педагогам список показали. Тут, конечно, прогадали. Нужно было до самого сентября тянуть. Или, как обычно, вообще ничего не показывать. Ну, знаете, конкретику, в принципе, переоценивают. Ну, там сократили, здесь уменьшили. Зачем вам голову забивать? Министерство явно не ожидало такой реакции в сети. Обычно учителя просто молча все исполняют, но здесь уж реально было за гранью. Нет, не подумайте, педагоги и до этого документа все это заполняли. Но чаще всего это воспринималось как требование администрации. И всегда можно было сказать, а покажите мне документ, по которому я обязан вот все это заполнять. И вот он, пожалуйста, вот этот самый документ. Министр его принес на блюдечке с голубой каемочкой. То есть, по факту, теперь всю эту бюрократическую работу ее просто узаконили. Но добавили яркий бантик со словом сократили. И вот буквально через неделю после разразившегося скандала мы посоветовались с педагогической общественностью и решили сократить эти 11 пунктов. Теперь их 5. И здесь, во-первых, хочется порадоваться. А во-вторых, подчеркнуть. Огласка главное и, пожалуй, единственное наше оружие. Но я не был бы собой без «но». А что, те товарищи, которые выкатили первоначальный вариант, они к педагогической общественности отношения не имеют? И с реальными педагогами никто не советовался? Или все как с историей в начальной школе. Министр ничего не знал про программу 1-4 класса? Ему на ушко что-то шепнули, и он сразу же отбой. Второй момент. А кто будет заполнять все те документы, которые в итоговый список не попали? То самое портфолио, отчет о ВПР, социальный паспорт. Хотя, скорее всего, просто все сгребут и отправят в пункт для классных руководителей. Протоколы родительских собраний, личные дела, профилактическая работа с трудными подростками. Все это можно будет никак не фиксировать? Нет, если бы я сегодня родился, я бы в это, конечно, поверил. Но, внимание, никто не сказал, что эти документы убрали из школы. Как без этих бумажек чиновники будут красивые цифры рисовать? А как о патриотическом воспитании отчитаются без папочек и табличек? Тут либо все, как обычно, просто название поменяет, не отчет, а справка. Это другое. И это, если что, и сейчас не шутка. Завуч в одной из школ так и заявил. Нам сказали сократить количество отчетов. Теперь у нас только справки. Чувствуете, как сразу же дышать легче стало? Либо Министерство просвещения у нас теперь хорошее, а вот местные департаменты образования, они-то учителей нагружают. Читаем мелкий шрифт. При этом, Уполномоченный орган государственной власти, субъекта Российской Федерации, по согласованию с названным федеральным органом исполнительной власти, вправе утвердить дополнительный перечень такой документации. Ну вот и последние зрители отключились. Ау, вы еще там, маякните как-нибудь. Вот видите, а вы волновались, дополнительный перечень вполне можно создать. Но это уже, как вы понимаете, совершенно другой вопрос и совершенно к другим людям. К Министерству просвещения и личному министру это уже никак не относится. По-моему, стоит просто признать, что школа это некий научный феномен. Если зарплату увеличивают, она уменьшается. Если бумаг должно стать меньше, их становится больше. Ну, принцип матрешки. Пункт один, а в нем четыре подпункта. Зато весело, да и скучать некогда. Друзья, если вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк. Ну а если вы решите поделиться им в своих социальных сетях, то я буду просто безмерно счастлив. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. А я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.